приветствую тебя я доктор роберт дункан предполагается что я примерно за 10 минут познакомлю с этой темой людей не имеющих отношения к технике и науке и это знаешь ли немного сложно я люблю сложные задачи я получил множество дипломов в гарварде и дартмуте в школах лиги плюща посещал занятия в стэнфорде массачусетском технологическом институте но мое настоящее образование было получено в цру дарпа армии военно-морском флоте и некоторых других учреждениях таких как министерство юстиции и налоговое управление сша просто работая ученым я многое повидал на своем веку и я знаете ли думал что делаю что-то хорошее для всего мира я действительно это делал и это ради моей страны я был большим патриотом но мы собрались здесь чтобы обсудить то что было разработано давным-давно я был всего лишь одним из многих ученых занимавшихся улучшением оружейных возможностей системы и это называется нейрооружием и ты знаешь предполагалось что хорошая цель состояла в том чтобы мы могли модифицировать поведение любого человека на земле включая солдат или других людей которые выступают против соединенных штатов государства без кровопролития ну что же оказывается это намного хуже ядерного оно разрушает шахту его можно использовать скажем для изменения законов об оружии в стране и создания маньчжурских кандидатов стрелков и тому подобного и так информатор довольно долго держал это исследование в строжайшем секрете я принял в нем участие она еще очень молода но я здесь для того чтобы познакомить вас с этой темой вместе с нашей ведущей и дать вам представление о нескольких технологиях которые могут помочь сделает мы сейчас настолько продвинуты что можем заставить тебя думать и чувствовать все что захотим так что я работал над такими проектами как написание кода искусственного интеллекта отслеживания советского атомного подводного флота изменение голоса чтобы обмануть вражеских командиров и перехват разведывательных сигналов которые помогли федеральным местным и государственным базам данных чтобы министерство юстиции было интегрировано и работало над роботизированной хирургии и медициной у нас есть целый список действительно полезных и крутых технологий которые также включают в себя считывание сигналов мозга и управления роботами и это действительно подтолкнуло меня к исследованиям в области взаимодействия мозга с компьютером искусственного интеллекта и мозговых сетей за последние несколько десятилетий так что теперь мы изучаем не только взаимодействия мозга с компьютером речь идет о том как передавать сигналы и систему обратной связи другим мозгам другим системам искусственного интеллекта мы называем их коллективными разумами или мозговыми сетями и это имеет некоторые действительно захватывающие последствия для будущего человечества 21 век будет известен как век духовных машин и бездушных людей и ведущая этой презентации дизири фоули и я думаю что она собирается рассказать о своем опыте быть мишенью некоторых из них я только что помог сделать глубокий вдох в наше исследование человеческих существ и ты можешь себе представить что это военное оружие стоит на первом месте перед всеми теми прекрасными и великими вещами которые можно с его помощью сделать я категорически не согласен с его секретностью я уже довольно долгое время выступаю за права человека и против тайных пыток и контроля сознания но общественность похоже даже не понимает в чем проблема потому что они не понимают какие технологии им непонятны мы можем управлять мозгом даже вашими сигналами мы можем подталкивать в любом направлении подсознательно или открыто во многих случаях пыток и дизири хотела чтобы я дал тебе краткое представление по крайней мере о некоторых основных концепциях и технологиях используемых для применения пыток без прикосновения когда боль в мозге воспринимается как чистая боль я имею в виду для человека но это наносит очень незначительный физический ущерб но есть вторичные третичные последствия для здоровья очевидно от пыток которые могут привести к смерти и даже к худшему душевные шрамы никогда не проходят так что позволь мне начать с этого я думаю что у меня есть около десяти минут чтобы подготовить очень сложную презентацию но я постараюсь сделать ее настолько простой насколько смогу ладно давай сразу перейдем к делу мне нужно поговорить о звуковом оружии с направленным голосом и это гораздо глубже но давай поговорим о некоторых не секретных вещах оружие с направленным звуком такое как уред которая представляет собой акустические устройства дальнего действия как расшифровывается эта аббревиатура но она используется для контроля толпы и может отправить сообщение на очень большое расстояние чтобы разогнать толпу на очень большой громкости звуковой прожектор представляет собой фазированную решетку что означает просто набор динамиков передатчиков и все что они делают это излучают ультразвуковой звук который вы не можете услышать не из одного отдельного динамика а затем они используют формирование луча чтобы сфокусировать его в очень определенном направлении на человеке или месте или отразить его с какой-нибудь другой стены или предметов с его помощью можно проделать множество хитростей и изобретатель который его создал весьма умен и я разделяю это на несколько различных категорий и это далеко не полный список мне просто нужно пройтись по этому вопросу чтобы показать на каком этапе развития мы находимся с нашей хитростью по внедрению голосов в головы людей биоподогрев один из очень старых методов но о нем мало говорят так называемый эффект фрая это эффект слышимости в радиоволновом диапазоне и вот что он на самом деле делает если вы спросите доктора линна из чикагского университета так это нагревает мозг слегка что приводит к его расширение а затем когда энергия иссякает он снова сжимается но это происходит очень быстро и внутреннее ухо начинает вибрировать создавая ощущение звука не проводилось никаких исследований о том насколько это полезно для мозга я предполагаю что это серия небольших сотрясений мозга но мы будем помнить вот что это армейский инструмент который они сняли со своего веб-сайта под названием v2k и вы не можете заблокировать его заткнув уши так что мы поговорим об этом чуть позже но биомеханические методы такие как определение костной проводимости могут быть полезны есть наушники которые передают звук через ваши кости вы знаете что в детстве вы вероятно клали ложку или вилку в рот а затем щелкали ею и звук был очень громким как будто он исходил прямо из ваших ушей мы можем сделать это с кожной тканью которая прилегает близко кости все кости соединены между собой есть способы даже нагреть кости чтобы заставить их вибрировать что затем передается в ухо это биомеханический процесс который создает восприятие звука в вашей голове существует электромагнитная биомеханика которая недавно была представлена массачусетским технологическим институтом но в других лабораториях они знали гораздо раньше это новейший метод модуляции лазерного излучения с помощью атмосферного водяного пара таким образом они модулируют лазер чтобы он нагревал водяные пары в определенной точке которая передает звуковые колебания человеку а теперь мы перейдем к другим вопросам связанным с этикой внедрением генных манипуляций итак в государственном секторе мы говорим о мышах с голубым светом которым в развитие мышей был введен ген реагирующий на стимуляцию ионных каналов нейронов и следовательно пульсирующий синий свет а именно на эту частоту он реагирует изменяет структуру мозга мышей и знаешь мы можем сделать это и другими способами мы изучали это по меньшей мере 60 лет это гены белков с ионным градиентом мы можем использовать другие частоты или добавить магнитосенсибилизаторы я не знаю давайте возьмем несколько примеров когда переносимые воздушно-капельным путем вируса или вакцины могут быть использованы и знаешь я знаю что по этому поводу будет много заговоров но именно так мы мыслим в священном правительстве следующий слайд теперь я должен рассказать о том что называется гипнозом потому что это очень связано с тем как мы используем более сложные методы зашифрованной нейронной речи так вот у цру был старый инструмент под названием рэхи который расшифровывался как радиочастотный гипнотический межцеребральный контроль и действительно давайте разберем что может испытывать аудитория если вы когда-нибудь были в ночном клубе видели стробоскоп или слышали то что называется бинауральным после избиений если вы посмотрите на свой электроэнцефалограф с течением времени в зависимости от человека вы увидите что частота мозга соответствует этим стимулам я называю это эффектом светлячка именно так мы манипулируем культурой каждый хочет быть частью общества то что считается крутым модным и так далее принимается обществом это эффект светлячка но мы делаем это напрямую с помощью нейронных связей чтобы заставить людей приспосабливаться я расскажу об этом подробнее еще один эффект с которым вы могли бы поэкспериментировать вы закрываете глаза находитесь в темноте сильные магнитные импульсы стимулируют реакцию сетчатки называемую эффектом магнитного фосфина и вы можете видеть как он мигает ты воспринимаешь это как мигающий огонек хотя на самом деле никакого света нет и это просто стимулирует клетки сетчатки к выработке нервного ответа общую методику часто называют частота следует за реакции фиор и она очень важна для многих например военно-воздушных силах сша в 1970-х годах и военно-морском флоте ее использовали для выравнивания мозговых проводящих путей для автоматической ассоциации макро микросхем но ведь они занимались взаимодействием мозга с мозгом и пытались а затем пытались наладить взаимодействие мозга с компьютером чтобы управлять машинами и читать мысли друг друга в то время это было очень фундаментальное исследование но согласование путей основных электрических цепей очень важно и сегодня мы используем гораздо более сложные методы теперь мы покончили со скучными вещами мы приступаем к действительно интересному исследованию которое проводим и нет никакого способа отделить этот следующий метод от большой области секретности я не знаю кому разрешено знать об этом когнитивное моделирование это целостная модель разума и да все органы чувств можно обойти с помощью периферических нервов так что позволь мне перейти к следующему слайду итак для того чтобы взломать разум или поработить его хакеру нужен известный стимул такой как эшелон и тебе придется поискать его ты не знаешь зная что вы слушаете по радио или телевизору или возможно возвращаясь к тому о чем я говорил в армии эффект микроволнового слуха называемый V2K позволяет передавать определенную речь во внутреннее ухо которая преобразуется в нервные импульсы грубо называемые например электроэнцефалографическими и мег магнитоэнцефалографическими паттернами также подойдет в качестве закуски есть множество способов которыми это можно сделать это всего лишь пара примеров эти импульсы или нейронные реакции автоматически преобразуются в когнитивную вероятностную модель специфичную для данного человека и влияют на пути передачи информации того же эффекта можно достичь с помощью прямой пластичности мозга от человека к человеку но сейчас технологии вышли далеко за рамки этого в конечном итоге значение слов фиксируются и так далее пока не будет создана почти вся когнитивная модель с определенной точностью эти шахтерские рабы используются для многих операций разведки без их ведома такое использование может включать в себя массовые перестрелки которые без их ведома услышали голоса с более широкой повесткой дня чтобы отобрать оружие и права на него весь процесс занимает от месяцев до лет и не все проекты успешны в зависимости от сложности их мышления и внешних стимулов и влияний похожая техника используется при взломе копирование систем искусственного интеллекта за исключением того что входные стимулы очевидно отличаются по реакции на выходе для этого процесса открытия биологического разума требуется двунаправленный стимул записанный ответ для анализа если он не передается непосредственно другому человеку каждый маленький контур соотнесенный с биоспектром цели усиливается энергией синаптических нейронных путей что приводит к желаемому эффекту так что для усиления биосигнала требуется не так много энергии поскольку для его подзарядки используются собственные естественные механизмы регенерации ионов в организме на данный момент это по сути синтетическая телепатия и то что военные называют обнаружением с низкой вероятностью можно отдавать только словесные команды или расшифровывать внутренний голос цели пока она читает свои пароли или разговаривает с другими людьми эти методы часто доводятся до сведения конгресса и общественности для сбора информации приведу простой пример легко выделить сердцебиение из других автокоррелированных биосигналов то есть электрическую и магнитную активность всего тела и мозга таким образом достигается индукция функций мозга более высокого уровня таких как слух и другие органы чувств минуя периферические нервы но не вызывает такого же ощущения как при пытке без прикосновения например и это полезно для того чтобы изменить структуру мозга и запрограммировать скорость у меня почти нет времени чтобы вникать в детали разведывательных и психологических операций связанных с передачей сигналов но я уверяю тебя что это невероятно блестящая идея наиболее вероятным источником онч сигналов являются нагреватели ионосферы которые вызывают волны чрезвычайно низкой частоты в магнитосфере и полезны как часть я не могу говорить о полном спектре электронного ограждения вокруг земли к сожалению для масштабирования этой всемирной системы вооружений используются сценарий чат-ботов с искусственным интеллектом и наложением эмоциональных нейронных паттернов чтобы сделать их более привлекательными и реалистичными в качестве духовного наставника бога дьявола демона инопланетного присутствия или обвинения других стран но ведь это подразделение по ведению операций психологической войны все эти опознания всего лишь методы маскировки в которые опять же у меня нет времени вдаваться но интересное исследование заключается во взаимосвязи множества разумов вместе этих групп коллективного разума связанных с другими в гораздо более обширной сети и в том как влиять на них без их ведома они воспринимают это как интуицию или дополнительные чувства которые мы привыкли называть экстрасенсорным восприятием в более тонких проявлениях как описано в следующем видео у них было три обезьяны с чипами в мозгу каждая из этих обезьян может видеть только в двух измерениях в двухмерном пространстве так что они но все обезьяны вместе получают в награду лакомство с какой-нибудь вкусной едой если смогут переместить точку на экране компьютера в пространстве с тремя измерениями в нужное место ну что же каждая из этих обезьян не может сделать это в одиночку потому что они могут видеть только две точки они даже не могут двигаться в трех точках но вместе все три мозга учатся работать сообща чтобы последовательно перемещать точку в нужное место ну что же каждая из этих обезьян не может сделать это в одиночку потому что они могут видеть только две точки Они даже не могут двигаться в трех точках. Но вместе все три мозга учатся работать сообща, чтобы последовательно перемещать точку в нужное место. Это открытие действительно поразительно. Оно говорит нам о том, что когда несколько мозгов подключены друг к другу, они могут воспринимать мир таким образом, на который, возможно, не способен один мозг. Они работают сообща как единый разум. Сейчас обезьяны не осознают, что они подключены к мозгу других обезьян. Им не обязательно это знать. На самом деле они просто получают информацию и воспринимают ее интуитивно. Вот что они позволят тебе узнать в гражданском секторе, и университет Дьюка проводит множество подобных экспериментов на наших ближайших родственниках. Но когда это происходит с людьми, к сожалению, мы проводим множество экспериментов на людях без согласия со времен Второй мировой войны. И они могут это делать. Я называю это машиной эмпатии. Они могут чувствовать боль друг друга и слышать внутренний голос друг друга. И мы перестраиваем их множеством различных способов, которые обходят обычные периферийные органы чувств, но для вычислительной единицы, называемой мозгом, ощущения и остаются точно такими же. И вот так, вы знаете, мы свергли правовую систему, конгресс и все остальное. И мы не можем говорить об этом. Но я надеюсь, что ты задумаешься об опасностях для истинной демократии, которые представляет массовая социальная инженерия. Просто представь, что ты подсознательно контролируешь конгресс или судей и так далее. Я, опять же, ограничен во времени. Эта власть не может быть передана в руки тайного правительства. Мы должны работать сообща, чтобы найти решение и заключить договоры. Но первый шаг — это осознание и принесение огромных извинений за несогласованные, варварские и часто смертельные эксперименты, проводимые над многими людьми по всему миру. Спасибо, что позволили мне выступить.